добрый вечер добрый вечер добрый вечер решила сделать маленькую темпу пока вдохновение есть потому что основной эфир будет позже сейчас просто вот размером 40 минут я расскажу о мифах недоделанности женщина рсп но это те женщины про которые как правило говорят разведенка с прицепами сейчас буду рушить все мифы о них потому что потому что потому что когда нам говорят и навязывать свою точку зрения особенно если это происходит с мужчинами да они почему-то и ищут в нас изъян почему не ищут изъян в себе всем добрый вечер еще раз ведь у мужчин тоже много изъянов но почему-то как бы после того как один мужчина тут тыкал меня тем что я и рсп но я вдруг подумала блин и чё тут такого то ну вот а чё такое чувак ну да у меня есть дети и да у меня был брак и как правило это говорят те люди у которых отношения ничем не закончились не браком не детьми они все время как говно в проруби болтается а потом ищут недостаток ком-то я очень бы хотела еще момент один уточнить рсп и я же мать разведенка это абсолютно разные понятия абсолютно настолько геметрично противоположное что некоторые мужчины сталкиваясь я же матерью которая начинает после развода оберегать своего ребенка поставив крест и на своей личной жизни чтобы потом своего ребенка корить в том что у нее что-то когда-то по жизни не получилось и причиной этому стал рожденный ей ребенок это одна категория женщин женщина позиционирующая себя рспшкой уже не так это самая ирония это параллельно несколько ролей и они все четко продуманы где я зарабатываю деньги где я мама где у меня там все остальное это четкое распределение ролей поэтому многие женщины могут себе не льстить что гордое зрание рспшки они в принципе могут на себе таскать потому что здравствуйте потому что первое рсп это не нытик рсп это боец да возможно с стальными яйцами но это боец это сильная уверенная в себе женщина все что остальное вы подразумеваете под рсп это нытики но еще бабы которые всю свою жизнь решили окружить и отдать детям ибо они думают что это единственная вот это вот роль роль я же мать я же мать и поэтому на 18 лет засунуть свою жизнь в морозилку потом вытащишь разморозишь посмотришь что осталось как бы любая ягодка самая спелая самая красивая заморозки все равно после оттаяния уведает уведает ибо жизнь это жизнь жизнь она на кусте она привязана к энергетическим силам вселенной все что вы думаете относительно я сейчас выращу ребенка потом будет моя жизнь успокойся у тебя ее не было и для этого ты родила себе ребенка есть такие обстоятельства при которых мы просто меняем роль вот вчера я была замужней женщины весьма перспективной которая получала высшее образование делала какие-то определенные в своей жизни вещи сегодня так сложилось что она решила выйти из этих отношений да пожалуйста каждый имеет право выходить из любых отношений даже если они где-то зарегистрированы это выбор каждой женщины есть те которых бросил муж и которые будут еще десять лет вспоминать с какой тёлкой он от нее ушел или с какой тёлкой она достала его в одной кровати или почему та тёлка с которой она застала его в кровати она лучше чем о я и вот так всю дорогу просто размышлять 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 и тратить на это сука ни день ни месяц ни неделю ни сутки сука годы годы тратить на то что почему-то баба которую 20 лет назад застукала в кровати со своим любимым наилюбимейшим мужем лучше чем я потому что у меня не та фигура после родов говно гектор если я вам не нравлюсь застрелись я не исправлюсь и размышлять на тему может она борщи лучше делать ах она проститутка такая она еще девочки если кровать вашей появилась другая девочка так вина тут лежит сто процентов на вас ибо мою кровать никогда в жизни никто не позорил никогда если какая-нибудь чума были главную кровать я бы оторвала и ноги просто потому что она в априори легла на мою кровать она стоит в моей квартире и мне не важно какой хер ее сюда завел это тоже самое что воровство тебя привели на водку дали и ты легал мою кровать это одно знаете ну когда я тебе предоставляю место жительства я предоставляю тебе определенное материальное благо чтобы ты со мной вместе сожительствовал ты должна понимать где эта роль заканчивается да вот привет ольга и поэтому все эти ноющие особы ой привет давно хотела подписаться это круто мне очень приятно спасибо и поэтому я хочу мужчин предупредить вот если вы выбираете себе такую кроткую красивую скромную девушку у которой есть ребенок вы потом всех-то под одну гребенку не гребите вы хотели скромную кроткую получили найти к в юбке хуже всего если вы получили бабу с остальными яйцами которые еще сука и плачет и но это чё требует и пилит вот тогда говно но это не знает что все рсп такие просто знаете такой миф ходит что мы как будто недоделанные а меня вообще принципе бесит то что когда мужчина говорят что ты можешь тут рассказать если ты не замужем в какой момент замужество мое стало показателем успешной жизни в какой где ставят те правил где-то зачетку в котором не оценку как поварить в чем ты не думаешь а то что я хочу тебя заняться нечем маму чтобы они не скажут что владик пока мама это мама разрешила мне чтобы я с тобой рядом посидела посмотрел, что ты играешь. Ну, посиди, посмотри, как Ладик играет. Ну, если бы ты не трогал его так, как обычно трогаешь. Да, набросим. Ну, во-первых, меня никто не бросал, а уязвленные мужчины моей красотой могут идти нахер, ибо если я вам не дам, то что тут я могу прокомментировать? Ну, не даю я таким. Ну, просто я, потому что и жалости, и благодарность, в принципе, мужкам не даю. А тут иногда такие попадаются, что, блядь, даже с жалости лучше тапком себе нахлопать. Да старая я, некрасивая, страшная, боже мой. Это не твои проблемы, я с тобой не просыпаюсь. Вика, дай посмотреть. Привет, Надежда. Ибо они такие, знаете, а... Здравствуйте. Вот эти вот мужчины, которые еще говорят, а со мной поздоровайтесь. Чувак, тебе там внимания не хватает. Жена минет не делает. Здесь просите, чтобы с вами поздоровались. Глаза как у циклопа. Ой, все. Знаете, вот когда у меня аргументы заканчиваются, вот я сознаюсь, когда у меня аргументы заканчиваются, и я не хочу сильно отбить ниже пояса мужика, я доебусь до орфографии. Вот вы сейчас, когда у вас нет аргументов, доебусь-ка, я до ее внешности. Да хуя ну у меня внешность. За меня мужик сегодня в маршрутке даже заправил, заплатил. Как-то знак внимания мне надо оказать. Вообще, кстати, об этом отдельная тема. как невербально выпрашивать мужчин, то, что бы они сделали. О чем обсуждение, о том, что не до... Да почему? Ольга, ты правильно говоришь, спасибо. Уди из кухни! Уди из кухни! Удачи! Наконец-то попала на прямой эфир. Вы подслушайте ее, речь отстала. Это у тебя телефон дерьмовый, там поэтому вот так вот... Вот. Наконец-то попала на прямой эфир. Я бы тоже заплатил, ты выглядишь измученной. Вот очень смешная шутка, я тебе могу сказать. Почему мужчина вам в автобусе место вступает? Вы, наверное, так старо выглядите. За вас мужчина платит, вы выглядите измученной. Ну, минус сто пятьдесят, карми, волчек. Здесь собрались бабы-неудачницы. Зато Гектор у нас удачливый и удачливый. Просто дачник, ебачник. Потому что у него ни еблища нет, ни имени нет. Слышь, чё? Усемленный. Усемленный. Чё? Писью между дверьми прищемила. Хуять ж тут, как не в себя. Дерьмо, это твоё имя. Зовут меня Ольга. Никто ни разу дерьмом не называл. Ты будешь первой, воля твоя, но это, в принципе, не важно. Да из него Гектор Барбоса, как из меня балерина. Представьте, просто Гектора. Вот человек выбирает персонаж под себя. Кого бы я взяла? Малефисенту. Ну, на случай, если бы я в каком-то своём, хрен его знает, зашкоренном подсознании, например, решила, что я стану фейком, который будет обсирать всех, кто при вам эфире. Да. Вот. А теперь. Слышь, чё? Полуживое существо с седыми волосами. Это ты внутри страшный, отвратительный чувак. А ну, если быть кем-нибудь, то лучше злой колдуньей. А в твоём случае, лучше секс-символом. Это хотя бы притягивает внимание. Так смотришь, барбоса, фу. Воняет изо рта. Вот ассоциативный ряд. Седоволосый, с шляпой, грязные руки. Фу, фу, фу. Всё, с этого уже минус 1500, карми. Что там ещё? Битва полов. Ольга, тебе только во Франции жить. И не знаю, как бы. Потому что здесь сидят дрочеры. Ольга, не все. Браво, Ольга. Так его, Оля, красотка. Владимир, а нормальные мужики работают, не сидят в женских эфирах и не говорите. Ноги вонючие, молодец, да. Вы представляете, сколько трахало её мужчину? Мне всегда нравится этот коммент. Мне так нравится. Ты завидуешь всем тем мужикам, которые меня трахали сейчас, да? То есть ты бы мне хотел 150 уровень карми прибить, а я тебе могу сказать. Вот ты сейчас этой фразой просто сказал, я бы тоже в этой очереди постоял. Не то, чтобы дали, а то, чтобы постоял чуток. Просто постоять и сказать, а я вот стоял в той очереди, они стоят. Придурок. За её года сколько трахал её мужиков. У тебя комплекс. Чубак. Ты присунул, да не одни ворота рая тебе не открываются. Смени Абу. И как бы перестань обсирать бабу, ибо мы это не любим. Мы же любим ушами. Нам что-нибудь красивое, сказочное. Желательно побольше лжи, побольше всякой хуйни, чтобы мы вам доверились. И в конце концов далее. А вот это вот, ну дайте мне, пожалуйста, люди добрые. Так давно секса не было, аж переночевать негде. Негде переночевать. А то, может быть, вы меня накормите, напоите, я переночую. Ещё и благодарность не дадите за то, что я такой хороший, тот у вас на коврике поселился. Печалька. Ну вот из таких состоит жизнь женщин, на самом-то деле, которые себя позиционируют. Хватит бить себя в грудь и утверждать другим, что ты мужик, ибо мужик себя не колотит в грудь. Ну не колотит в грудь. Он не будет орать, с транспарантом стоять, смотри, я мужик. Вот такие суковые ублюдки приходят в жизнь женщины и начинают тут рассуждать об РСП. Якобы мы недоделанные. Ну а так на минуточку задумываемся. РСП. В ваших глазах РСП это женщина, которую кинул мужик. Не факт, она могла тоже кинуть мужика. Женщина, которая что-то плохо делает в отношениях. Тоже не факт. Может, она прям в отношениях рвала анус, а потом поняла, анус разорвался, пойду-ка я отсюда. Она не умеет готовить. Может быть, сосать или ноги раздвигать. Скорее всего, РСП это полностью противоположный персонаж. Она хорошо готовит, разбирается уже в мужиках, ибо один уже был. Кроме того, вызывает уважение у мужчин нормальных, только потому, что хотя бы один нормальный самец уже решил с ней заключить договорные отношения в виде брака и остаться с ней навсегда. Но потом что-то пошло не так. Не находите? Вы все мужчины хотите быть первопроходцами. Так перестаньте быть очередными, ибо ваши слова часто не отвечают тому, что вы делаете, и вы становитесь очередным. Потому что женщина не может терпеть всю дорогу, когда наступит ваша блять, потом, завтра, послезавтра, через год, когда вы уже отремонтируете машину, построите дом, посадите дерево, и, может быть, родите сына. А то вы даже иногда некоторые из вас присунуть не могут для сына. Ради сына. Чтобы был сын. Почему вы ищете изъян в женщинах? Ведь у вас полно комплексов, с которыми женщины бы вообще с первого раза жить с вами не стали. Но подумали, дам-ка я ему шанс. Хотя на самом деле никому шанс давать не надо. Шанс надо давать только тому, кто тебе искренне вызывает у тебя симпатию. Но мы всегда как будто вы знаете, снимаем эту планочку, планочку, и планочка у некоторых становится настолько низкая. Ну, это как вроде шел на мусорку и просто шел на мусорку. И вот такая вот планочка. Просто валялся мужик, а это всего лишь твой шаг. И он просто попал вот, что перешагнуть, я и помогу. У кого-то это планочка в жизни. Помойка. А на этой помойке они не успели перешагнуть это дерьмо, которое валялось посреди них, подобрали, пришли домой, отмыли, отстирали и решили с ним законтачиться. Собственно, секс из жалости это вот все в ту, в ту в парашу, которую наши женщины творят. Вот. И потом, когда встречаются нормальные женщины, которые за собой ухаживают, у нее есть на себя деньги, есть на то, чтобы растить и воспитывать детей, что-то оплачивает в своей жизни, причем жить не в съемной хаке, а в своей хаке, да. И при этом, ты говно, а я рыцарь. Сними доспехи, ты ебнешься. Доспехи снимаем и смотрим, а где, собственно, притаился рыцарь. Просто, если с вас снять доспехи, среднестатистическое чмо. Но я же мужик, и долбите в грудь. Редкостная тварь, и не говори. А улыбала кривить, это твоя фишка. Не знаю. Бабушка начиталась книг. Да, в совершенстве. Решила познать только одну книгу. Решила запомнить все страницы. Камас Утром называется. Да. Начиталась книг. Ноги раздвигать мы все умеем. Ольга мне Таисию напомнила. Лариса, ага. Да, кстати, во-во, что. На тебя, мужики, вылили всю грязь за твои года. Ну, если вы считаете, вот то, что у нас женщина называется сексом, у вас называется грязью, так и не дрочкани. Ты столько грязи вылил в собственный унитаз, пора бы уже очищать, начать. А то эта грязь, походу, погрязна в твоих мозгах, судя по всему. Ей по ночам члены снятся. Ты бы так хотел, но как бы у меня в реалии членов достаточно, да? Нет, нет, да я время от времени ваши члены рассматриваю в просторах сети. Только потому, что вы почему-то думаете, что мне пиздец, как интересно, как они выглядят. И хуярите их в обед, утром, вечером, а я только успеваю блокировать. 11 женщин на одного мужчину, а так, теперь к этой теме. Ты меня вернула к теме. Так вот, уважаемые женщины, сетевой маркетинг научил меня одной хорошей вещи. Очень хорошей вещи. Никогда не думать стереотипно, не читать статистику и знать, что место под солнцем есть у каждого. Никогда в жизни я, будучи не РСП, до РСП и во время брака не видела дефицита в мужчинах. Никогда. И когда мне говорят, у тебя же четверо детей, я такая, боже мой, возьми мой телефон, там 200 штук номеров мужских. Не помню, чтобы я им говорила, что у меня дети. Не помню, чтобы я, когда во время знакомства что-то говорила. Какого хрена они отдают мне свои номера телефонов? Пишут время от времени. Особенно вот эта привычка писать через 3-4 года после знакомства. Привет, узнала? Да, да, ага. Просто вы уже пронумерованы. Вова 1, Вова 2, Вова 3, и все, не Путин? Чтоб я тебя узнавала, блядь. Я Вова. Голова хуёва. Вова 3 года прошло. Здравствуйте. Ужас. Как вы могли мне понравиться вначале? Я в шоке. Вы можете отписаться и не смотреть. Боже мой. Как вы могли? Меня сегодня назвали позорищем. Кто вот согласится позориться? Я не позорюсь, между прочим. Это моя точка зрения. Если я на нее застаиваю, значит, она такая и есть. Привет, Оксан. Она такая и есть. Я не обязана всем нравиться и не подарок. Боже мой. Когда вы уже усните? Я не то, что вам подарили. Вы пришли сюда и выбрали меня сами. Если вы хотели подписаться, так отпишитесь. Боже, я от этого страдать абсолютно не буду. Просто если вы... Вот знаете, вот когда приходит женщина, говорит, позорище. Ты позоришься в эфирах. Знаете, что, уважаемые женщины, если у вас никогда не было права слова, и вы никогда не могли вымолвить то, что сейчас говорю я, так это проблемки-то ваши, они мои. Все проблемы, они в голове. И пока вы думаете, а как бы описать своему мужику историю о том, что меня как бы чуть-чуть затрахало то, как мы с тобой вообще в отношениях сходимся. Вот. Вы сидите и терпите, будто у вас, блядь, понос начался, ну, изображаете запор. И вот прямо зубки сжали. Ммм. И терпите. Столько агрессии. Да у меня нет никакой агрессии. На самом деле. Я бы хотела вообще посмотреть, Марина, как бы вы относились к тому, что вас оскорбляют в прямом эфире в присутствии 86 человек. Стояли бы и говорили, о, да, да. Я же психолог, я одна многодетная мать. Я так думаю, мне материться нельзя. Мне вообще никакой нельзя. И ведь я многодетная мать, я в разводе. Я должна, наверное, лизать в жопу любому пов... Какой? Говорить. Все, прости меня. Я такая, какая я есть. Приньми меня вместе с моими наебушами, как выразился один в этом эфире. Я так виновата, что я была в браке. Я должна вам всем угодить. А я не могу, но хотелось бы всем жопу вылезать до блеска и отполировать ваши единственные, да? Хуй-то там лучше буду жить всю жизнь, да? И довольствоваться тем, что у меня есть. А именно мной. Ибо мама меня целая родила. Я не буду, как некоторые недоделанные, думать, а как же так? А я не хочу ради вас это пересматривать. Между прочим, комплименты мне говорят только за то, что я прямая. Хабальская подача, агрессивная подача, это ваше восприятие. Вы просто боитесь. Вы смотрите на меня и думаете, боже, господи, как себя так можно вести? Проблема в моей голове? Нет, я себя так веду. Проблема в вашей голове. И вы думаете, что сейчас вы меня развернете на 180 градусов, и я тут такая няша, селка. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить вам о нелегкой, с вами о нелегкой доле РСП. Эти женщины ущемлены мужчинами, и поэтому они изо всех сил будут стараться отполировывать им член до тех пор, пока они не зайдут до них, они начнут с ними проживать, иметь общий быт, хозяйство, ведь они уже умеют варить борщи, они уже умеют полировать хер. Да. Их уже не напугаешь грязными носками, ибо они знают, что теперь, после того, как они нарожали детей, они принесут себя в жертву какому-нибудь быдло-мальчику с севера, который будет от них требовать поведения как принцессы, а на самом деле быть ебаным, нищий ебом. Я не выливаю на людей. Я уже рассказывала про курицу. Если вы курица, которая гребет под себя и видит то, что ее видит, то вот система восприятия моей информации вам я могу хоть какой быть. У нас разные просто виды на жизнь. Марина, если вы не хотите меня смотреть, скажите, заплакируйте меня, ибо мои ручонки не тянулись каждый раз к дисплею включить в эфир. Боже мой, мне вот это нравится. Подписались, блядь, и я виновата. Ай, ебануться! Хочется удариться от стопа и сказать вы ебнутые! Вы ебнутые! Да хоть не надголовно найдется черт, который скажет, что ты не такая. Конечно! Привет, Оксаночка! Ты обсудил Осип, пишет Галки. Так, 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 так. Так, кошка, привет, привет. Ты все правильно говоришь, Оля, гноби мочи их. Двести метров говоришь, а жить с тобой ни один, видать, не вытерпит. Робин, всего доброго! Не надо капсулкам орать здесь. Да, так, ты не надоел, Гектор, иди-ка ты в черный список. Следующий тот, кто... Ты права. Не нравится бы он дверь без порога. Да тут девушек больше заклюют. Да, девушек тут больше заклюют. Так вот, когда вы перестанете думать, что вы недоделанные, в этой жизни вам какой-то мужчина, точнее, писюносит что-то, что-то предлагающее, и вы ради него на все готовы, женщины, это сразу путь в преисподнюю. Это поставьте на себе крест. А что? Ну, вы знаете, как бы я не... Я вообще... А бабы почему-то злее мужиков. Я не злая вообще, на самом-то деле. Я сегодня иду такая... Молчать, женщина. Своей бабе и скажешь. Молчать, женщина. Молчать, женщина, может сказать мне только тот мужчина, с которым я... Жалко, Ольга Гиберт ушла, я ее обожаю. Просто все в лицо отмочит, так отмочит. Тут. Как его? Люди! Я на встрече к мужчинам хожу, знакомиться, я лицо не крашу. Я лицо не крашу. Потому что я не хочу уже давно никому нравиться. Я не подарок. Ну, нет у меня такого желания. Кому-то нравится. Зачем? Зачем эта демоверсия? Если в конечном итоге итог один. Люди раздеваются ровно так, как раздеваются. Если один мужик будет складывать педантично все на стульчик, то второй раскидывать носки. Если он так привык, он никогда не изменится. Ни ради вас, ни потому что. Его зааргументирован не будет этого делать. Так почему вы от меня-то требуете то, что от себя не требуете? Почему тетеньки с лишним весом говорят мне, что мне надо заткнуться? Почему неухоженные женщины говорят мне, что мне надо заткнуться? Почему мне говорят это молодые неухоженные женщины, что я несу ересь, а потом в друзья меня добавляют? Вот это, блядь, прям, знаешь, был вообще трэш. Вчера она меня прямо хотела отыметь в этом эфире в чате, а сегодня она меня в друзья зовет. Че, блядь, чем ты уебала? Ты че поднюхнула? Еще раз объясняю, не употребляю наркотики, и в эфир я выхожу абсолютно трезвым человеком. И это моя позиция, она не сменится от алкоголя в моей крови. Моя, вот это я вам даже больше скажу. Зачем я должна под кого-то из вас подстроиться? В чем, в чем вы лучше меня? Хоть кто-нибудь замужем не аргумент, ибо я поняла, что есть единственный путь к себе. Ровно тогда, когда ты в свободе счастлив, значит, ты действительно человек. А пока ты себя чувствуешь недоделанным уебком, который нуждается во второй половине, и который все время ищет, а какой хуй сделает его полноценным. Ты не женщина, ты всего лишь приложение к этому херу. Здравствуйте. Вы сбиваете, понимаете смысле? Поздоровайся со мной, уже читала на эту тему мораль сегодня. Вы приходите поздно, я уже со всеми поздоровалась, раз по пятнадцать, извините. люди с ума в соцсетях сходят, психушка плачет, по вам или по кому. Вы когда свое мнение, говномнение пишете, вы наебальник свой смотрите? У вас должно быть мнение? Я считаю, что нет. Ваши нахуй три этих вот этих вот троеточия, это света опять звезда минета, видать нахуй, ей не дают даже отсосать, у нее кляпсе, поставь, вот серьезно, вот ее возьмите. Лайфхак, лови, бесплатно. Значит, берешь света, ноутбук, включаешь, как правильно делать минет, хуячишь мужу, полируешь, все по фэншу, как там на уроках сказано. Занимаешь себе рот, блядь, и ручками помогаешь, ибо нехуй мне в эфире хуйню писать. Так хотя бы у тебя будет полезно чем-то занято пространство. Я надеюсь, ты уже занялась делом и не будешь строчить говнокомменты у меня в чате. Люди странные, требуют от меня того, чего сами не имеют. Не замечали? Я могу быть мисс Корректность, мисс Жизнерадостность, мисс Позитив, да, мисс Саманта Джонс, я все могу и все умею. Вопрос, стоит ли это того? Ну, то есть, а этот гемор, вообще свеча-то, это, ваш геморрой, не стоит свеч. Я нет, не разрушилась, я такая есть. И самое интересное, что эта эмоция, как бы, вы знаете, если вы хотите себе меланхоликах филигматика, я могу вам скинуть ссылочки. Вот это вот, знаете, вот это вот. Что бы вам сказать? Сделайте потише телевизор! Это вопрос? Света уже не первый раз, Максим, пишет, говно мне бы этих. Я ее уже по слогу узнаю. Я уже по многоточиям узнаю, что за Света, несмотря на ее, это, что она пишет. Она пишет всегда говно. Каждый день ей поговорить не с кем. Ну, тогда ладно. Вы когда мне говорите, вы что думаете, я лиц не запоминаю тех, кто мне пишет говнокомменты? Напрасно. Никогда не замечали, что когда добавляете в одноклассники друзья, я не добавляю тех, кто меня обсирает. Сегодня девочку добавила, подумала, ну, вдруг у нее там что-нибудь проснулось, ну, если ты просто меня засираешь, а потом добавляешь в друзья, бля, цель. Реально цель. Потом женщина, конечно, им не нравится. Не надо меня сравнивать с Таисей. Я не знаю, кто это. Поэтому мне очень далеко от нее идти, понимаете? Идти ее трансляции смотреть нет никакого интереса. Если ее смотрят люди, значит, она как-то воспринимается. Если она как-то воспринимается, бля, forever, пусть так будет продолжаться, если ей приносит это удовольствие, пожалуйста, сколько угодно. Только, пожалуйста, не сравнивайте никого ни с кем, оба я не ее дочь, она мне не мать, и вряд ли я кого-то из вас буду когда-нибудь в жизни с кем-то сравнивать. Ибо уникальность тома состоит, что сравнению это не подлежит. То сначала Вискунова, Краснова, еще кто-то, а вот то, что я Ольга, кто-нибудь помнит в конечном итоге или нет? Или вы бы отписываетесь на копию чью-то? Просто я не слушаю, например, пиратскую музыку, ибо она плохого качества. Я не люблю вещи, на которых написано Гуччи, а стоят 100 рублей. Я не Овен. То есть, зачем мне написать Гуччи на всю, если это не Гуччи? Зачем? Поэтому давайте все-таки уважать уникальность друг друга, каждый человек уникальный, ибо из 1 миллиарда сперматозоидов, идущих до цели, пришел именно ваш первый. Вот. Помните о том, что он уникален. Изначально вырождены лидером, у которого в голове ничего не было относительно этого. Но потом пришло общество, вот из таких, как некоторые мандовожки, и решило, что правильно жить только так, как они в своих мечтах думают. На самом деле, их мечты к их жизни никакого отношения не имеют, а мужчины привыкли засирать, потому что женщины дали им право. Ибо женщины жертв намного больше, чем мужчин, хотя в современном мире, наверное, 50-50. Каждые твари по паре говорили же, да? Статистика неумолима. Ко всему этому хотелось бы добавить, то, что женщины, когда вы подрываете свой статус РСП или хотите себя назвать по РСП, нужно же все-таки понимать, что определенно на тебе есть какая-то определенная ответственность. Почему я решила об этом говорить, об РСП? Потому что я чаще всего слышу разведенка с прицепами или с прицепом, неважно, женщина, которая была в браке, родила ребенка и разошлась с мужем. Люди, посмотрите на себя, это я тем, кто сейчас не женат и не замужем. С вами может произойти то же самое, что с любой другой женщиной, с любимым другим мужчинам. Ну, это у надо легкиного мужчин спрашивать, и не придумали такое погоняло этим женщинам. Вот. И никто из вас не застрахован. Никто из вас не застрахован от того, чтобы стать РСП. Вчера у вас была семейная идиллия, и сегодня у вас нет ничего. Когда люди говорят, что они могут прожить друг с другом 50 лет, согласитесь, каждый, кто выходит замуж, в самом начале думает, я проживу с этим человеком всю жизнь. Но я не помню ни одного, кто сказал, выйду-ка я сейчас замуж, пробничек себе устрою на 2 года, да, а там, если что, не заладится, пойду и в 5, и в 6 раз замуж. Нормальный мужик детей прицепом не назовет. Но однако, я вам говорю из того, что я вижу в этом чате и вижу в принципе в жизни и ролики на ютубе. Это тоже определенный спорный вопрос, женщина с детьми должна принять это тоже. Это такая отмазка, давайте так, вот, давайте вот честно, давайте честно. Нам придумали погоняло, я себя объединяю, кстати, со всеми остальными РСП. Нам придумали погоняло мужчины, а мы придумали, что у нас семья. Ну, согласитесь? По большому счету, если смотреть правде в глаза, я мама детей. Я не семья, у нас, да, есть одна фамилия, но я мама этих детей. Все-таки, изначально, понятие семьи, есть такое понятие, как глава семейства. Если я мама детей, то я не глава семейства, я просто мама, у меня есть обязанности, которые я выполняю, как мама. Людочка, если вы считаете меня глупой, то пожалуйста. И есть те горделивые сучки, которые говорят, вот у нас семья. Пожалуйста, вам так удобнее думать, удобнее успокаивать себя, потому что вы все равно себя чувствуете недооцененной, недоделанной. Да, я мама с детьми, но у большинства из моих ровесников мужчин, либо нет детей, либо один ребенок. Зачем тогда ты мне, когда я рожала в тот момент, когда надо было рожать, использовала свою продуктивную деятельность в полном успехе? Хочешь укорить меня тем, что я это делала в браке, это первое. Второе. Я прожила в этом браке, это дети от любимого мужчины, и этим тоже не все могут похвастать. Так почему мне это нужно поставить в укор? Почему я должна найти для глупого дебила какое-то оправдание? Это у меня семья, а ты тут нахуй. У тебя кровать. Ну иди. А мне хочется стелить мою кровать. Скажи, Вика, мама сказала, постелить мою кровать. Мне 33 года. Там уже Наталья написала, спасибо. Вот. Почему мы ищем отмазки? Почему я должна каждый раз оправдываться за те действия, которые я и делаю? Ну и не сру посреди улицы, блядь. Я не говорю, посотрите. Это, да, позорно, наверное. Ну и дам же, мама. Куда? Нет. В туалет, походу, да? Нет. А куда? На гайконцу. Зачем? Они застелали. Вика, застели постель. Ой, Людочка, все, кто просил меня детьми заняться, я желаю вам всех благ, чтобы вы понимали, это расшифровывается одинаково на моем языке. И в черный список вас. Всего доброго. Ой, не в обиду, ой, из тебя корчат. Люди, которые не знают даже определения некоторых слов в своем словарном запасе, блядь, из себя тут пришла, блядь, фейк. Так, Людочка. Людочка. А, ну понятно. Вы извините меня, но те, кто вот приходит из Италии, Испании, блядь, ну люди, ну че, я на Альто? Похожи, что ли? У меня че, крышка закипает, блядь, вы видите? Вот. Зачем принижать эти понятия? Зачем? Вот это все стереотипно. Настолько стереотипно, что время от времени поташнивает от того, что ты туда вкладываешься. Серьезно. Будут деды деньги, хватит. Ну это же опять же ограничивающее убеждение, битое каким-то придурком, блядь. Вот примет их не свести, денег не будет. Ну хватит уже, а? Ну не бейте мне мозг, пожалуйста. Зрелый мозг, не надо ебать через глаза. Тем более, что у меня тут нет отверстий. Денег не будет, не свести. Крышку унитаза закрывает, и все деньги в унитаз смоешь. У меня четверо детей, у меня автоматически не закрывается крышка унитаза. В чем проблема, блядь? Не выноси мусор на ночь. Он вонять, блядь, будет. Вот это не примета, это факт. К утру это вон будет, блядь, на всю квартиру. Вот это без примета вам, если на ночь не вынести мусор. Так-то ты в порядке, но почему уходили мужчины? Да не уходил от меня никто, я от них уходила. Ёб твою мать, когда вы уже поймете-то эту аксиому? Странный юмор. Вот странное, частное слово. Юмор какой-то очень странный. Уровень бог, видать, мне не понять. Я еще до него не доросла. Я вообще не злюсь, успокойтесь. Мама, скажи. В Бога надо верить, а не в приметы. Верьте в себя. Бог в вас. Вот я первый раз за все время. Бог в вас. Он не где-то на земле. Он не где-то в небесах. Он не в соседней квартире, не в церкви, нигде. Он здесь, внутри тебя. Верь в себя. Ибо Бог там. Вы классная, говорите грамотные вещи. Много правды. Ну, пожалуйста, не крыляйтесь, вам не уйдет. Пришел еще один, который рассказывает мне, как себя вести. Что я еще должна сделать? Если мне говорят в эфире, покажи, Сиси, может не раздеться. Чем отличается ваша рекомендация от сними трусы от чурки? Сделай так, как я хочу. А я не хочу делать так, как ты хочешь. Это мужчина у нас с прицепами. Алименчики по жизни сначала первого брака, потом второго, третьего. Да, и до пенсии платят. Точно, точно. Дело не в этом, что чувствует себя недооцененной. Просто ребенок уже есть. А быть еще раз обманутой нет желания. И может быть даже боязно и больно думать о том, что снова будешь обманутой. Вот и закрывается тем, что дети и я, и мужик мне не нужен. Ой, нет. Ну вот, посмотрите на меня. Ну я уже, знаете, сколько раз после брака обманывалась. Ну каждый раз такая, через две недельки. Едалово со мной произошло. И заново? И заново? И нет в этом ничего позорного. Ну нету зазорного ничего. Зато каждый же из них мне что-то в жизни открывал на что-то глаза. И знаете, за все время, которое общаюсь с мужчинами, ни один меня не заставил разочароваться в вере с тебя. Я все знаю, что я все переживу. Но если я сейчас этого не сделаю, откуда же я узнаю, что я это переживу? Перестаньте. Перестаньте загораживаться от мира. Он не враждебен. А если вас мужики кидают и врут вам, то это всего лишь ваши внутренние ожидания от мужика. Мужик тут вообще можно сказать ни при чем. Нравится быть обман. Хватит, может, а? Ну и что это вы сделали? И кто это сделал? Я. И я хотела бы такую подругу. Присоединяйтесь в команду. Будет у вас такой друг наставник. Нет, не дам. Вы вообще с другой планеты. Вы вообще другая. У тебя какой размер бюстгальтера? Правильно, молодец. Он говорит, добрый день. Слушаю вас постоянно. Вы говорите правильные вещи. Но будь услышанной тут тяжело. Наверное, я не знаю. Голубоглазая ничего сказать не могла. Вы это молодец. Точно. Мы ни в чем не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Это же мы вас придумываем такими. Мы вас придумываем. Мы вас идеализируем. Мы хотим, чтобы вы отвечали нашим потребностям. А у вас в природе такого не существует. Принца на белом коне, который какает бабочками, не разбрасывает носки. Нам просто в детстве не рассказали, что вы, суки такие, еще срать можете в туалете. Вы позитивный человек. Спасибо. И завистливые несчастные толстые тетки, смотря на вас, излятся. Что-то вот... Что это вы такая... Вы не будут вас расшифровывать. Зачем на грабли наступало? Вы такие умные. Я на грабли. Готовы наступать каждый раз. Либо думать о граблях и ничего в жизни не пережить. Либо... А, давай! Ударь мне еще раз в лоб. Они своих детей бросают. Разве чужих полюбят? Не веришь? А сначала они берут детьми. Вроде нужен папа, а потом и щупальца выпускают. Кто? Да ладно, скажи им, какой размер я буду. Не буду. У вас два сына, два дочери, три сына и дочка. К вам команду это куда? А вот о команде своей я расскажу через часик. Я вам завидую белой завистью. У вас много энергии, вот вы не сглазите. Ой, да никто мне не сглазит. Ты много болтаешь. Вот мужики чухают. Ой, успокойся, ты уже алишер. У вас, мои товарищи, не русские. Если вы не русские, идите к своим не русским женщинам. И там, собственно, пихайте свой половой орган им в уши. Ибо здесь не надо рассуждать обо мне. Ба, меня у вас никогда не было. И вы никогда не знаете, какая я могу быть в отношениях. Это всего лишь образ созданный здесь. Это не значит, что я по сути всегда такая и есть. Понятно? И то, что вы обо мне придумали, нафантазировали, живите с этими фантазиями перед сном, после сна или в туалете. И время открыть энергию, ибо я никак не могу вам помешать. Оля, здравствуйте. Как вы думаете, можно либо заобновить отношения с бывшим мужчиной, есть шанс начать с чистого листа, ибо люди меняются? Чистый лист – это новая книга, новая тетрадь. Вы свою книгу уже дописали, ибо книга не подразумевает чистого места. Она либо заканчивается на последней странице, либо остается вечно недописанной. Ваше право. Вы ведь читали эту книгу? Как вы думаете? Что-то изменится? Я сам обманываться рад. Даю человеку шанс. Шанс своему человеку я дала однажды, а потом подумала. Шанс был только один – завести меня в ЗАГС. Если ты им не воспользовался, или использовал его неправильно, это ведь твои проблемы, а не мои. Ибо дальше я никогда не рассуждаю на эти темы. Нельзя зайти в одну реку дважды. Она в рома заходит. И что мне теперь? Поэтому никаких обратных у меня нет. Я один раз решила помириться с мужем. Два шага назад. Все. Если вы сейчас что-нибудь сломаете... На этом я закончу. Уважаемые женщины, у которых есть дети, недооценивайте себя. Вы самостоятельная личность. Вы иногда в современном мире сильнее и намного успешнее, чем обычный одинокий мужчина в ваших же лет, у которого ничего нет. И таких много ходит, куча. Дайте себе возможность просто доверять жизни и не ставить на себя пробы, штампу. На мне было столько мужиков. Некоторые женщины трахаются без перерыва. У них не было ни одного мужика. В них всю дорогу, как в корзину кидали, как в урну. А мужчины по глупости своей почему-то думают, если замужем не была, значит, сынка-патриотка. Значит, никто эту урну замуж не взял. Вы иногда тоже глаза открываете. Не замужем не была, значит, проб ставить негде. Даже если жить в своей квартире, и я мужчину в свою квартиру не пущу никогда. Если жить, то только у него. Всегда помните о самоценности. И запомните, недоделанными вас не рожали. Вы прирожденные лидеры. В априори уникальные люди. Каждый из вас. Вы то мужчина или женщина. Зачем в семье искать вторую половину, когда можно найти единомышленника, с которым ты смотришь в одном направлении. Когда ты разделяешь его интересы, искренне его уважаешь. Если ты решила пострадать, забирай любого. Вот с такой планкой. Поставь себе такое. Бестань в себя. И пусть все вокруг думают, что ты счастливая семья, а ты всего лишь униженная, обособленная бабенка. А я чем могу помочь? Встретимся через час? То-то ты замужем. Это к вопросу о уборни. То-то я не замужем. Я вышла из брака.